Здравствуйте! В эфире программа «По горячим следам». О происшествиях за выходные и минувший день расскажу вам я, Анастасия Дворецкая. На Омском нефтезаводе пострадали люди. Шестеро рабочих рухнули с высоты десятиэтажного дома. Все они были сотрудниками подрядной организации «Сибнефтехиммонтаж» и проводили демонтаж внутри колонны для переработки нефти. Рабочие стояли на деревянных лесах, как вдруг они обрушились. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас следствие предполагает, что рабочие могли сами спровоцировать несчастный случай. И проверяется версия о том, что обрушение деревянного насила произошло из-за того, что рабочие, находящиеся на самом верхнем ярусе, 29 метров, положили на деревянные настилы металлические части, которые они демонтировали, в связи с чем конструкция не выдержала и произошло обрушение. Несмотря на эту версию, следствие в первую очередь проверит подрядную организацию, от которой работали пострадавшие. Если вред здоровью будет признан тяжелым, за нарушение правил охраны труда ответственным лицам грозит до года лишения свободы. Несчастный случай на дороге унес жизнь 26-летнего мужчины. ДТП произошло в Таврическом районе. Водитель «Шевроле Нивы» не справился с управлением на трассе и вылетел в кювет. Машина перевернулась. От сильного удара один из пассажиров внедорожника получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. Шофера и второго пассажира отправили в больницу. Похожая авария произошла и в Омске. На Ленинградском мосту 64-летняя женщина на автомобиле «Москвич» превысила скорость и также не справилась с управлением. Сначала машину занесло, а затем она перевернулась на крышу. В момент ДТП в салоне находились еще две женщины и 7-месячный ребенок. В аварии никто не погиб, однако всем пассажирам понадобилась помощь врачей. Назад в 90-е. В Омске ограбили очередной ломбард. На улице 10 лет октября в павильон ворвались двое мужчин. Свои лица они замотали шарфами. Сначала грабители ударом по голове обезвредили охранника, а затем стали угрожать кассиру. Было ли у них оружие, неизвестно. Но женщина взяла с витрины 11 лотков с украшениями и отдала налетчикам. Кассира успела нажать на кнопку экстренного вызова, но полицейским задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. Стоимость золотых изделий составила почти 2 миллиона рублей. Отмечу, что за последние полгода это уже четвертый налет на ломбарды. Выйти на грабители удалось только в одном случае, да и то по счастливой случайности. Сотрудники ППС заметили автомобиль с замазанными номерами и решили проверить документы пассажиров. В результате оказалось, что они причастны к серии ограблений ломбардов. Остальных преступников пока ищут. Отмечу, что владельцы ломбардов зачастую пренебрегают камерами видеонаблюдения, а потому злоумышленники остаются практически незамеченными. Очередной крупный пожар в Омске. В субботу огонь вспыхнул на территории организации «Сладкая база». Склад с кондитерскими изделиями находится на улице 20 лет РКК. Пожару был присвоен второй ранг из-за опасности перехода огня на соседние строения. Потушить пожар удалось спустя два часа. В итоге ангар был поврежден на площади более 500 квадратных метров. Огнем уничтожены продукты питания. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. Сейчас устанавливается ущерб, нанесенный предприятию. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Тщетность бытия. Так назвал свое видео пользователь социальной сети, который стал очевидцем безысходной попытки нетрезвого мужчины перебраться через забор. Земное притяжение и сильнейшее алкогольное опьянение не позволяют ему сходу преодолеть преграду. Мужчина не оставляет попыток, вновь и вновь пытаясь перелезть, но тщетно. Тогда спасительный путь ему указывает мальчик, который, видимо, просто пошел вынести мусор. Не лучший пример для молодого поколения. На сегодня это все новости. С вами была Анастасия Дворецкая. Увидимся завтра. И помните, вы узнаете обо всех происшествиях по горячим следам.